Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Гособоронзаказ срывается в Хабаровском крае из-за невыплаты зарплат. Казахстанские рабочие просят президента защитить недра страны. В Хабаровском крае сотрудники Хабаровского завода судового машиностроения имени Горького Хабсудмаш обратились к правительству края. Им 9 месяцев не платят зарплату. Причинами, по словам сотрудников, являются неполная загрузка производства и назначение нового директора. 20 работников объявили забастовку. Они приостановили работу в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации. Право на приостановку работы до полной выплаты зарплаты. Остальные работают. В оправдании говорят, что их так воспитали, что надо работать, чтобы зарабатывать деньги. Зарплату перестали платить в июле прошлого года. На данный момент предприятие должно сотрудникам 43 миллиона рублей. На Хабсудмаше есть коллективный договор, и сейчас наступило время его продлевать. Новый генеральный директор завода вступил в должность в апреле этого года. Он говорит, что постарается погасить задолженность в течение полугода. Завод выполняет заказы, связанные с построением атомных подводных лодок «Ясень» и «Борей». Однако многие специалисты ушли в простой, и выполнение заданий находится под вопросом. Гособоронзаказ может сорваться. Сотрудники докладывали об этой экстренной ситуации на коллегии военных экспертов при президенте Российской Федерации. Сейчас долги по зарплате получают рабочие сдельщики, которые и трудятся на госзаказах. Завод имени Горького работает в Хабаровске с 30-х годов 20-го века. Здесь изготовляют судовые механизмы для военных кораблей, атомных подводных лодок. Большая часть выпускаемой продукции засекречена. Сейчас из 19 цехов работают только 3. Значительная часть территории завода лежит в руинах. В 60-х годах на заводе трудилось больше 4 тысяч человек. Сегодня чуть больше 100. Завод также должен внешним поставщикам. Например, за электроэнергию 24 миллиона рублей. За должность по налогам около миллиарда рублей. Работники надеются только на помощь губернатора и президента. Информация с сайта телеканал Хабаровск. 20 сотрудников, которые используют права, предоставленные им буржуазным государством, и приостановили работу, поступают правильно. Но возникает вопрос. Не плачь ли это по волосам после того, как голову уже сняли? Когда рабочих на заводе было больше, чем 100, как сейчас, и коллективной силы у них было больше, они могли организоваться, создать рабочий комитет и противодействовать уничтожению завода. Российское буржуазное правительство действует как временщики. Они поддерживают отдельных капиталистов в их усилиях распродать и растащить советскую промышленность. Однако, если буржуазному правительству не нужны уникальные высокотехнологичные производства, а также специалисты, которые могут там работать, то рабочему классу России такие производства безусловно нужны. Рабочие, не допустите развала оставшейся от СССР промышленности. 28 мая в Казахстане, в Североказахстанской области, 300 сотрудников горно-обогатительного комбината «Товарищество с ограниченной ответственностью» «Абуховский ГОК» обратились к президенту страны Касым Жамарту Такаеву. В связи с угрозой закрытия предприятия. Они также просят антикоррупционную службу провести расследование в отношении местного Акимата – региональной власти. В своем обращении сотрудники выражают опасения, что месторождение в Казахстане закроют или оно перейдет иностранным инвесторам. Также их пугает перспектива безработицы для местных жителей. Они говорят, что долги по налогам у предприятия накопились во время рейдерского захвата. Казахстанца Виктора Долгалева оттесняли от управления комбинатом его российские партнеры. К тому же во время захвата пострадали 10 сотрудников комбината. То, что при капитализме происходит централизация капитала и более мощные капиталисты поглощают капиталы других – это нормально и происходило на протяжении всей истории существования капитализма. Проблемы не в самой централизации, а в том, что она происходит на нашей земле, которую мы, русские и казахские люди, отвоевали и у своих, и у иностранных буржуев. А теперь казахстанские и российские рабочие находятся в роли просителей. Отправляют послания к своим президентам в надежде, что те приструнят капиталистов и защитят родную землю, ее недра и рабочих, которые на ней работают. Рабочие должны понять, что буржуазное государство защищает интересы капиталистов, а интересы рабочих могут защитить только сами рабочие, создав рабочую организацию сначала на своем предприятии, а потом и в более широком масштабе. Новости читала Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова